В воспитании все должно основываться на личности воспитателя, потому что воспитательная сила изливается только из живого источника человеческой личности, писал Константин Ушинский. В каждом человеке есть определенное качество, например, кто-то может выслушать проблему другого и воспринять ее как свою и стать психологом, а кто-то может красиво изложить свои чувства и эмоции в музыкальное произведение и быть композитором. А что же можно сказать об учителе? Это уникальная профессия, ведь быть учителем значит совмещать в себе душевные качества, такие как твердость, безграничное терпение, строгость и мягкость, доверие и умение быть примером во всем, а главное – любовь, любовь к жизни, к процессу обучения и прежде всего к детям. Есть учителя, которые работают не на показатели, а вкладывают душу и дарят частичку своего сердца ученику. В средней школе номер 3 Аула Игирухай работает много талантливых и творческих учителей, настоящих мастеров своего дела. Именно таким педагогом и является учитель математики Светлана Анзауровна Меритукова. Вообще на выбор профессии влияет очень много факторов. И как большинство людей у меня интерес к этой профессии возник уже в школе еще с младших классов. Во-первых, одним из моих любимых предметов была математика. Во-вторых, очень большое влияние оказали на выбор этой профессии мои учителя, которые работали в школе. Я всегда с теплотой и добротой вспоминаю, как они сумели привить любовь к знаниям, заложили хороший фундамент знаний. И среди них было очень много достойных учителей этой профессии, по стопам которых я пошла. И хочу вспомнить свою учительницу по математике, также свою тетю, которая долгое время работала учителем математики. Эту профессию также выбрала моя сестра. И вот то отношение к своей работе, вот как они профессионально относились, конечно, все это повлияло на то, что я выбрала эту профессию. Ну и вот уже 28 лет я работаю в школе, и с гордостью могу сказать, что я учитель. Учителями не становится, учителями рождаются. Вот и Светлана Анзауровна с детских лет знала, что будет педагогом. Примером настоящего учителя для нее была ее первая учительница. Что самое важное в работе учителя? Ну, наверное, самое главное, конечно, стараться привить и любовь к своему предмету, постараться заложить хороший фундамент знаний у детей, научить их друг к другу уважительно относиться, научить их самостоятельно оперировать знаниями, которые им нужны дальше в жизни, научиться, научить их добру и многим человеческим качествам. Наверное, не каждому повезло изучать сложный предмет математики на одном дыхании. Ученикам Светланы Анзауровны это удается. Понятие «идеальный учитель», думаю, прежде всего, наверное, это тот учитель, который преданно выполняет свою работу, любит очень детей. А если ты любишь детей, я думаю, что ты будешь добросовестно выполнять свою работу. Как вы располагаете к себе ученикам, как вы хотите общий язык с ним? Ну, общий язык, конечно, мы все стараемся находить с детьми, если не получается, но стараемся, конечно, и разговорами. Светлана Мередукова обладает талантом настоящего учителя, может найти общий язык с любым учеником, каким сложным он бы ни был. Конечно, самое трудное, надо суметь донести знания до детей. Это ежедневный, кропотливый труд, который надо тщательно все выполнять. Поэтому, думаю, в этом и трудность заключается. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране вся система образования перешла на дистанционный формат, так что, конечно, затронуло и в школьника. Как вы приспосабливались к этим позвоночникам? Дистанционное обучение, конечно, имеет свои плюсы и минусы. Мы работали на платформе Я-класс, работали в дистанционном режиме. Ну и еще работали по WhatsApp. И, конечно, старались все максимально выполнить, все требования, которые были на уроке. Но свои минусы в том, что ты вживую не общаешься с ребенком. И большая доля самостоятельной работы все-таки приходится им самим все это делать. Конечно, это минус. Поэтому, как могли, конечно, и приспосабливались. Но, конечно, это не заменит живые уроки. Светлана Анзауровна умело превращает уроки математики в интересную игру, в которую хочется играть вечно. Она, рассказывая темы, показывает их наглядно, приводит примеры из жизни, шутит. И в заключении нашего разговора Светлана Анзауровна поздравила своих коллег с профессиональным праздником. Ну, в преддверии такого замечательного профессионального праздника Дня Учителя я хочу, конечно, поздравить свой дружный, сплоченный коллектив моей школы, аула Игеруха, и, конечно, всех коллег района, республики. Прежде всего, хочу им пожелать крепкого здоровья, пожелать им дальнейших творческих успехов и, конечно, мира в каждой семье.